Ишкар-Ала Впечатление, оставленное от этого города, просто потрясает. Это уникальное сооружение, это воплощение культуры Мариэл и совмещение европейского стиля Юшкар-Ала оставляет просто потрясающие впечатления. Ничего подобного не видели вот так в одном месте, чтобы даже в Европе. В программе экскурсии по городу – набережная Брюги, Патриаршая площадь, бульвар Чивайна, площадь Оболенского-Ноготкова и непременный снимок на память с Ёшкиным котом. Очень приятно, что такие поездки организуются. Очень хорошо, что люди имеют возможность познать. Вот Юшкар-Ала нас просто поразила, очень понравилось. Много нового, много интересного, много того, что просто вызывает уважение. Как здорово все сделано в городе. Вы знаете, запомнилось, наверное, то, что вы с такой любовью оформили город, построили новые объекты, создали много того, чего вот не в других городах. Очень понравилось, как началось возрождение храмов. Это радует. И памятники. Памятники удивительные. В Ёшкар-Алу я видела лет 20 тому назад. И сегодня я ее просто не узнала. И восхищена. Город чудесный. Составлением программы экскурсий занимаются, кстати, в местных агентствах, специализирующихся на внутреннем туризме. У нас первая такая большая экскурсия. 260 человек, которые приехали на автобусах сюда к нам. Мы предоставили услуги, чтобы наши гиды были. О том, что туризм может стать визитной карточкой республики не только в России, но и за ее пределами, заговорили недавно. При грамотном подходе развитие туризма действительно может принести региону существенную прибыль. Первые шаги к этому уже сделаны. Весной на престижной всероссийской выставке «Интурмаркет» республикой были представлены туристические жемчужины региона. Сегодня все говорят о каких-то новых брендах, ищут новые идеи, чтобы такое можно было интересно продемонстрировать. И я рада тому, что у нас такой проблем не возникает в принципе, потому что за последнее время появилось такое количество новых, хороших, интересных мест показа. При этом у нас также сохраняются и традиции, и культура. Есть признанные бренды, которые перешли к нам еще с советских времен. Это и замок Шереметьево, и музей под открытым небом в Казмодемьянске. Так и все наши новые современные объекты и наши турмаршруты по городу Ишкарле в первую очередь. По данным Министерства спорта, в прошлом году в республике побывало более 240 тысяч туристов. Это почти на 100 тысяч больше, чем годом ранее. Впрочем, повысить уровень туриндустрии может только государственно-частное партнерство. В рамках отдельной республиканской целевой программы правительство МРИЭЛ намерено устанавливать налоговые льготы на имущество для предпринимателей, взявшихся развивать туризм. Готово субсидировать и процентные ставки на покупку туристического транспорта. Туризм вполне может стать точкой роста как для отдельных регионов, так и в целом для бюджета республики. Кстати, уже в этом году, в сентябре, в МРИЭЛ пройдет туристический форум «Открой Поволжье». После Нижнего Новгорода наша республика стала первым регионом Поволжского федерального округа, получившим такое право. Субтитры создавал DimaTorzok